Виктория Ледерман К доске пойдет Василькин, это сборник рассказов, главным героем которого является ученик третьего класса. Дима Василькин. С ним происходит очень много интересных историй. То он теряет свой портфель, то придумывает вместе с другом шутку на 1 апреля, которая на деле оказывается не такой уж и смешной, то терзается муками совести и на себе узнает, что значит выражение «гора с плеч». Но чаще всего с ним происходят нелепые курьезные случаи из-за невыученных домашних заданий. Так, например, произошло в рассказе «Джентльмен по неволе», где у его соседки по партии Лизы Комаровой был день рождения. И их классный руководитель, учительница русского языка, вместо Лизы, чтобы не портить ей праздник, вызывает к доске Василькина. А он к этому совершенно не готов, так как отвечал уже на прошлом уроке и знает, что два раза подряд никогда не вызывает. Ну и, в общем, дело заканчивается не очень приятным для него. А на следующем уроке, уроке английского, Лиза сама уже рассказывает учителю про свой день рождения и говорит, что Василькин, как истинный джентльмен, на всех уроках отвечает вместо нее. А Василькин такого подвоха совершенно не ожидал, потому что дети читали и переводили по цепочке текст. Он уже заранее вычислил, какое предложение достанется ему, и сидел спокойный. А в предложении Лизы были слова, которые он не знал. Ну и вот, что из этого вышло. «Я начал читать. Дошел до слова «Мэри, гоу раунд» и остановился. Я не знал, как оно читается, нам оно еще не попадалось. Но признаться в этом Яне Игоревне было нельзя. Она всегда говорила, если вы встретили незнакомое слово в тексте, нужно его выписать себе в словарик, найти транскрипцию, перевод и выучить. А я ничего этого не сделал. Но я же не знал про день рождения Комаровой. «Василькин», — поторопила меня Яна Игоревна, — «всю группу задерживаешь». «Мэри, гоу раунд», — запинаясь, прочитал я. «Раунд», — поправила меня англичанка. «Мэри, гоу раунд», — это новое слово. «Василькин, ты выписал его в тетрадь?» «Да», — прохрепел я. У меня внезапно пересохло в горле. «Хорошо, и как оно переводится?» Я смотрел в учебник и молчал. «А как оно переводится? А кто ж его знает?» «Это и не слово даже, а целых три. Тройное какое-то слово. И почему в этом английском языке все не как у людей? И ведь не подскажет никто. Все замерли англичанку бояться». «Я вижу, в словарь ты даже не заглядывал», — сказала Яна Игоревна. «Заглядывал», — не сдавался я. «А чего терять? Все равно уже двойка светит». «Так говори перевод, мы все тебя внимательно слушаем». Я лихорадочно соображал. «Так, Мэри — это, скорее всего, имя. Гоу ходить, а раунд вроде бы круг. Только непонятно, при чем тут Мэри и круг, если в тексте говорится про двух братьев, которые отправились с папой в городской парк. Но другого-то варианта все равно нет. А, была не была. «Мэри ходит кругами», — сказал я. «Что?» У англичанки брови поползли вверх. «Мэри ходит кругами», — повторил я. Мои слова утонули в общем пухоте. Писателю удается создать настолько правдивый и запоминающийся образ, что от рассказов про Диму Василькину невозможно оторваться. Когда я вручила эту книгу своему девятилетнему сыну, думала, что он обеспечен внеклассным чтением недели на две, потому что в книге 12 рассказов, и у нас с ним был уговор читать по одному рассказу в день. И каково же было мое удивление, когда он осилит книгу за три дня. Не секрет, что нынешние дети очень часто с большим удовольствием проводят время за компьютером или за телефоном, а чтением интересуются мало. Так вот, рассказы про Диму Василькину — это отличная возможность увлечь ребенка чтением. Я думаю, рассказы будут интересны многим, но больше всего подойдут для учеников начальных классов. К доске пойдет Василькин, Виктория Лидерман. Рекомендую! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова